Здравствуйте! Меня пригласили к вам для того, чтобы я прочитал лекцию, название которой вы видите сейчас на доске или на экране. Как теперь это принято делать? Очень хорошо, что так много студентов интересуются вопросами развития возобновляемой энергетики. Потому что, как вы, наверное, знаете, читаете, слышали, все говорят о том, что возобновляемой энергетике принадлежит будущее. Но прежде чем мы начнем говорить о том, что такое возобновляемая энергетика, я хотел бы понять ваше отношение вообще к вопросу энергии. Вы понимаете, что такое энергия? Откуда она берется? Почему сейчас занимаются этим вопросом? Я не очень представляю контингент. Вот вы кто по специальности вообще? На кого вы учитесь? Ну, все учатся на дипломатов, я так понимаю, да, здесь? Нет, да? А вот основной, кто здесь присутствует? Юристы есть. Юристы есть, так. Управленцы есть. То есть... А, энергетики есть, да? Понятно. Но вы тогда, те, которые энергетики, меня не слушайте, а юристам и управленцам, я немножко расскажу, что такое энергия, откуда она берется. Ну, потому что в шестом классе средней школы вы учились давно все-таки, где изучают вопросы, откуда берется энергия. Но всем известно, что энергия из ничего не берется. Она, значит, существует вообще вне зависимости от нас. Мы только имеем возможность ее использовать. Вся эта энергия, которая у нас есть, это, вообще-то говоря, энергия, которая берется от Солнца. От нее, от Солнца происходит круговорот всего в природе, и вся энергия идет от Солнца. Ну, вот, в частности, наша планета вращается, на ней имеется большое количество больших рек, но наряду с большими реками имеются и маленькие реки. Ну, понятно, откуда берется вода в этих реках. Так вот, люди испокон века пытались использовать энергию воды для того, чтобы что-то от нее получать. Ну, вот, в частности, все видели мельницы, которые работают на воде. Определенное время вода использовалась для приводов машин. Что происходит? Откуда берется эта энергия? Значит, вода течет. Значит, где-то более высокое место, где-то более низкое место. За счет разности уровней между более высоким местом и более низким местом возникает потенциальная энергия, которой обладает эта вода. Значит, вот, люди научились использовать это, сооружая плотины. То есть, верхний бьев – это верхний уровень, нижний бьев – это нижний уровень, перепад уровней – это потенциальная энергия, которая может быть использована в каких-то целях. Для того, чтобы использовать эту энергию, сначала начали использовать простые водяные колеса. То есть, просто вода падала на колесо, помещенное в воду, на его, ну, скажем так, лопасти и вращала его. Ну, КПД, то есть, коэффициент полезного действия у таких машин был крайне низкий. Значит, и вот со временем люди научились преобразовывать эту энергию более эффективно. И на сегодняшний день гидроагрегаты, то есть, гидравлические агрегаты. Агрегат – это, значит, сочетание нескольких машин, которые, значит, вместе производят что-то. Это устройство называется агрегатом. Вот гидроагрегаты, в составе которых есть турбина, генератор, и ими управляет система управления, они преобразуют потенциальную энергию воды, потока воды, в электрическую энергию. Каким образом, значит, вода попадает на лопасти турбины. Это примерно то же самое, что водяное колесо, только более эффективно. Вращает эти, вращает рабочее колесо, которое содержит эти лопасти. Оно закреплено на валу. На этом же валу закреплен ротор генератора. Значит, вращ... То есть, вода вращает ротор турбины и одновременно ротор генератора. Ну, генератор — это такое устройство, в котором на роторе и на статоре есть, ну, скажем так, провода. Значит, ну, при пересечении магнитных силовых линий, дальше я уже не буду рассказывать, это, наверное, все помнят, возникает электрический ток. Таким образом, мы преобразовываем потенциальную энергию воды, потока воды, через механическую энергию в турбине в электрическую энергию. Вот, значит, я буду вам рассказывать о том, каким образом на сегодняшний день люди научились использовать гидравлическую энергию малых рек. Ну, все видели, наверное, большие электростанции, большие плотины, которые сооружаются для того, чтобы производить огромное количество энергии, для того, чтобы запитывать такие города, как Москва, Петербург, ну, огромные города. Но вместе с тем, необходима энергия, необходимо использовать энергию малых рек. Вот об использовании энергии малых рек я сегодня попытаюсь вам рассказать. Если в процессе будут вопросы, вы их приберегите, в конце будет определенное время для того, чтобы вы могли их задать. Значит, вот что является источниками ресурсов малой гидроэнергетики. Как вы видите из этого слайда, не только малые реки, но имеется значительное количество других источников энергии, гидравлической энергии, которые можно использовать для производства электрической энергии. Ну, понятно, что человечество всегда стремилось орошать свои поля, для этого сооружались многочисленные водохранилища. Ну, допустим, в нашей стране их, если не сотни тысяч, то десятки тысяч водохранилищ. Значит, что есть такое водохранилище? Это большое количество воды, поток которой ограничен плотиной. Но так как реки по периодам года имеют разное количество воды, то, естественно, каким-то образом при переполнении водохранилищ эта вода сбрасывается. Вот эту сбросную воду, эти так называемые попуски, можно использовать для производства электрической энергии. Значит, можно использовать также питьевые водоводы. Например, вот в свое время мы вели переговоры с греческой компанией об изготовлении микро-гидромашин. Таких машин, которые производят, скажем, ну, 40 ватт, ну, то, что достаточно для одной лампочки. Они пытались такие машины поставить на водоводах, которые в домах. Город расположен в горной местности, и, значит, вода там, вода подводится по водоводам с гор, и в каждом доме она разводится сверху, но при этом имеется избыточное давление. То есть перепад потенциальной энергии. Вот эту потенциальную энергию они пытались использовать вот в такие вот маленькие машины люди пытаются использовать для производства электрической энергии. Значит, ну, имеется еще целый ряд систем, которые можно использовать. Даже те же самые сбросы городов. Вы знаете, что вся вода, которой мы пользуемся, она в конце концов собирается и в канализационные стоки, и куда-то сбрасывается. Но, как правило, она сбрасывается в те же самые реки, уже очищенная, но тем не менее. Так вот, эти сбросы можно также использовать для производства электрической энергии, потому что раз вода течет, значит, есть перепад. Ну вот, что дальше? Дальше я хотел бы пояснить, ну, с какими мощностями мы вообще работаем, и что такое малая гидроэнергетика. Ну, вообще, значит, вот с левой части, в левой части вы видите разные классификации, но вот я буду пользоваться классификацией, которая в правой стороне, она наиболее, так сказать, общеупотребительна. Значит, мы говорим о малой гидроэнергетике, значит, это станции мощностью где-то до 30 мегаватт, в России, ну, до 30 тысяч киловатт, так, чтобы было уж совсем понятно, значит, в России малыми считаются до 24 мегаватт. Вот о таких станциях мы будем говорить дальше. Значит, ну, какие экологические преимущества у малой гидроэнергетики по сравнению с большой гидроэнергетикой? Большая гидроэнергетика связана с сооружением значительных высоких плотин. Естественно, это приводит к затоплению значительных пространств, на которых, как правило, большие станции сооружаются, как правило, в достаточно безлюдных местах, на которых, как правило, есть дикая растительность, то есть леса, кустарники, различного рода другие природные объекты. К сожалению, они все погибают при сооружении больших водохранилищ. Необходимо отметить, что только в последние годы стали подходить очень тщательно к вопросу очистки будущего ложа водохранилища от леса, скажем. К сожалению, вот при сооружении огромных сибирских гидроэлектростанций лес не успевали вырубить, хозяйство было плановым, нужно было запускать станции, и поэтому до сих пор в этих водохранилищах гниет лес, который затоплен. Малая гидроэнергетика, она не связана с созданием больших водохранилищ. Более того, как правило, малая гидроэнергетика вообще не связана с созданием водохранилищ. Она использует либо уже существующее водохранилище, о чем я говорил выше, либо она использует так называемые деривационные схемы. Но это чуть позднее, я расскажу о том, что такое деривационная схема. Кроме того, при сооружении больших гидроэлектростанций естественно стремятся к достижению максимального коэффициента полезного действия гидроэнергетического оборудования. Это приводит к тому, что в рабочих органах турбины, в рабочем колесе возникают очень большие давления. И эти давления, они убивают все живое. То есть убивают ту микрофлору, которая имеется в реке. Планктон, там, ну всякие, так сказать, живые организмы мельчайшие, которые имеются в реке. При сооружении малых гидроэлектростанций нет такой большой потребности в достижении максимальных КПД. Потому что, как я уже сказал, при сооружении малых ГЭС, как правило, используются существующие сбросы воды. И, кроме того, если вы сооружаете малый ГЭС на реке по другой схеме, по так называемой деривационной схеме, то вы используете естественные расходы воды. И они все время меняются в течение, даже в течение дня. И поэтому ваше оборудование должно работать не при максимальных значениях КПД, а наоборот, должно обеспечить оптимальные значения КПД в достаточно широких пределах. Значит, вот технология, да? Вот на левой части то, о чем я говорил, это понятие перепада или понятие потенциальной энергии. Вот, значит, с левой стороны показано, что вода, перемещаясь из верхнего Бьефа в Нижний Бьеф, она обладает потенциальной энергией. Значит, вот деривационная схема. Это схема, когда используется рельеф местности. Так как река течет, то, очевидно, где-то выше, где-то ниже. Соответственно, можно забрать воду где-то повыше, пустить ее в трубу и, не сооружая плотину, для того, чтобы создать напор воды, то есть создать перепад, значит, пустить ее в трубу и, значит, создать, используя рельеф местности, создать перепад. Таким образом, вы получаете без сооружения водохранилища, без сооружения плотины, сохраняя природные свойства окружающей местности, вы получаете возможность использовать потенциальную энергию, которая обладает поток воды, заключенный в трубу. Ну и ниже, правее использована русловая схема, но она связана с сооружением плотины. И то, при этом нужно сказать, что при строительстве малых ГЭС, как правило, сооружаются переливные плотины. Что это означает? Это означает, что не полностью перекрывается русло реки, а, значит, вода имеет возможность перетекать через верхний край плотины, вниз, и таким образом те живые организмы, которые в ней находятся, могут перемещаться из верхнего в нижний бьев. Ну вот теперь, значит, когда вы уже овладели всеми знаниями, связанными с созданием гидроэнергетических установок для производства электрической энергии, схемами их создания, теперь вот можно уже рассказывать о том, каков же уровень развития малой гидроэнергетики в мире. Значит, 37 гигаватт, это значит 37 миллионов киловатт. Понятно, да? То есть, это весьма значительные, весьма значительные параметры, и нужно сказать, что на сегодняшний день малая гидроэнергетика по некоторым странам занимает до 4% от всего производства электроэнергии. Это очень много, имея в виду, что малая гидроэнергетика в основном используется не как средство для энергообеспечения городов, заводов, фабрик. Она используется как для электрификации, то есть, для снабжения в основном электроэнергии сельских районов, отдаленных районов, для автономного энергоснабжения тех районов, куда нецелесообразно или слишком дорого проводить линии электропередач. А таких районов на Земле, как вы знаете, очень много. Это, во-первых, горные районы, это районы весьма отдаленные, ну, например, плотность нашего населения в России, в регионах Сибири, Алтая, в некоторых областях Урала и так далее, на Дальнем Востоке, очень незначительно. И, конечно, сооружать линии электропередач очень дорого. Поэтому вот те цифры, о которых идет речь, они достаточно велики. Прошу обратить внимание на то, что вот в Азии, в Азии, значит, на Азию приходится 68% производимой электроэнергии с помощью малых гидроэлектростанций. С одной стороны, это, конечно, связано с бурным развитием этих стран. С другой стороны, это связано с их недостаточным экономическим развитием, потому что сооружать большие станции, в общем, достаточно дорого, и сроки их сооружения значительные. Это где-то от 8 до 15 лет. А вот сооружение малых ГЭС занимает где-то от года до 2 лет, может быть. И поэтому их сооружение достаточно эффективно в случае, когда недостаточно инвестиционных средств. Поэтому основная часть малой гидроэнергетики приходит на бурно развивающиеся Индию и Китай. Но об этих странах отдельно я скажу. Но тем не менее, обратите внимание на то, что практически очень слабо развита малая гидроэнергетика в Африке. Несмотря на очень большой потенциал, который там имеется. Ну, это связано, конечно, с недостаточным развитием экономическим и социальным этих стран. Ну, должен сказать, что, значит, такая работа проводится и очень активно проводится. в частности, в этом году мы были на обследовании потенциальных мест размещения объектов малой гидроэнергетики в Руанде, в Конго, и там планируется сооружение большого количества малых ГЭС в связи с тем, что строить линии электропередач достаточно сложно. очень активно развивается малая гидроэнергетика в Южной Америке. Но это связано с природно-климатическими условиями, безусловно, но также связано с бурным экономическим развитием, когда они просто не успевают сооружать большие гидроэлектростанции для производства электрической энергии. Но в то же время, конечно, в Латинской Америке, в Южной Америке сооружены огромные гидроэлектростанции, в частности, в Бразилии, в Венесуэле, которые, конечно, способствуют достаточно хорошему экономическому развитию. Но при этом обратите внимание, что в высокоразвитых европейских странах, тем не менее, значительное внимание уделяется развитию малой гидроэнергетики. Причем, например, во Франции была программа, когда они восстановили или проверили конструкцию почти тысячи малых гидроэлектростанций, построены в период перед и после Второй мировой войны. То есть, они восстанавливают эти малые гидроэлектростанции, они их восстанавливают на современном технологическом уровне, но тем не менее, они сохраняют старую архитектуру, они сохраняют старые постройки, то есть, это вот тоже сохранение, скажем, природно-климатических ландшафтных каких-то моментов. Значит, вот здесь уже более широко приведена табличка, где вы видите, каким образом развивается состояние, вернее, малой гидроэнергетики в европейских странах. Причем, вы видите, да, что вот те страны, которые были на предыдущем слайде, они выделяются в общем виде, и видно, что, скажем, целый ряд стран в очень малой степени развивают малую гидроэнергетику. Но это связано с чем? Это связано с незначительными природными ресурсами малой гидроэнергетики. Но тем не менее, вот я должен отметить, в 1993 году мы пускали первую малую частную гидроэлектростанцию в Латвии. Там до этого было две станции, которые существовали в советское время. И вот третью станцию пускали в 1993 году, которую мы, значит, восстановили и поставили туда оборудование. Через 10 лет, примерно к началу 21 века, там было 83 малой гидроэлектростанции. То есть в Латвии практически использован весь гидроэнергетический потенциал малой гидроэнергетики за 10 лет. За счет чего? За счет того, что там был назначен двойной тариф на покупку зеленой энергии, то есть экологически чистой энергии. И за счет этого они обеспечили свои сельские районы практически полностью электрической энергией и обеспечили определенный уровень подъема сельского хозяйства. Несмотря на то, что их столбик мизерный, тем не менее они использовали практически весь свой потенциал. Это же относится и к такой стране, как Эстония, где два десятка станций на напорах 2-3-4 метра и больше ничего нет. Тем не менее они все это использовали. Кстати, вот примерно к началу 21 века в Латвии использовали более-менее приличный потенциал малой гидроэнергетики. Сейчас они взялись уже за то, что практически очень сложно использовать. Они взялись за перепады полтора метра, два метра. Они тоже пытаются их использовать для развития малой гидроэнергетики и для производства электрической энергии. Ну, а вот здесь, значит, данные и оценка потенциала возобновляющих источников энергии в СНГ. Но здесь на что следует обратить внимание? Ну, вот малая гидроэнергетика, вообще гидроэнергетика малая, это вот вторая снизу строчка, но здесь приведен так называемый в основном экономический потенциал. Ну, экономический потенциал, он определяется природно-климатическими условиями. Дальше от него отсчитывают, значит, тот потенциал, который вообще целесообразно, значит, использовать. Потому что, ну, не всегда экономический потенциал, определяемый природными условиями, уровнем техники и уровнем экономики, можно использовать для производства энергии. Тем не менее, вы видите, что в России, ну, в десятки раз выше этот потенциал, чем в других странах, которые входят в СНГ. Но, скажем, в той же самой Белоруссии, где он в 600 раз меньше, тем не менее, за последние пять лет впущено в эксплуатацию порядка двух десятков малых гидроэлектростанций. Значит, это объясняется и, с одной стороны, недостатком собственных энергетических ресурсов и их дороговизной, так как они их покупают, а с другой стороны, это объясняется вниманием, которое уделяется развитию возобновляемых источников энергии, то есть, сохранению природных ресурсов, сохранению природы. Значит, в это же время в России было введено в эксплуатацию меньше малых гидроэлектростанций, чем в той же самой Белоруссии. Очень активно, несмотря на незначительный тоже потенциал, очень активно идет развитие малой гидроэнергетики в Казахстане. Значит, там уже введены в эксплуатацию десятки станций, и причем там очень благоприятные экономические условия для развития малой гидроэнергетики, там приняты специальные законы, способствующие развитию всех возобновляемых источников энергии. Но вот я хочу при этом ответить, что наиболее, ну скажем так, наиболее эффективно используемый источник, малый возобновляемый источник, это, конечно, малая гидроэнергетика. Значит, ну это объясняется тем, что и традициям использования, и тем, что население живет вблизи малых рек, и тем, что технологически он наиболее доступный. Так вот, значит, в Казахстане по закону государство в случае, если вы берете кредит и компенсирует практически 90% кредитных платежей, то есть это, конечно, способствует развитию. К сожалению, в России такого нет. Ну здесь вот приведена информация по другим странам, ну хотелось бы отметить здесь значит такую страну, как Грузия, которая обладает, ну фактически для такой небольшой страны огромным, огромным гидроэнергетическим потенциалом, но используют его, в общем, достаточно плохо. А вот Армения, где очень низкий гидроэнергетический потенциал, но тем не менее очень широко используется малая гидроэнергетика. За счет чего? Значит, как известно, Армения горная страна. В Армении практически нет рек больших. Значит, все сельское хозяйство в Армении орошаемое, вся вода идет из озера Сиван, весной она идет на полив, она собирается с осени до весны и весной идет на полив. Так вот, с апреля месяца до октября там работают десятки малых гидроэлектростанций, которые расположены на трубах, которые ведут от основных каналов на поля. То есть, вот они используют, значит, большими каналами вода из озера Сиван подводится в регионы, оттуда уже по трубам идет на поля. Так вот, тот перепад, который создается между каналом и расположением поля, куда идет вода на орошение, везде построены малые гидроэлектростанции. И, как они сказали, каждый приличный человек в Армении обладает своим куском трубы, по которому идет вода и можно построить газ. У нас это газ, но он весь у Газпрома, а там каждый обладает своим куском трубы. И иногда даже они используют, они эту трубу делят, допустим, есть места, где у них 200 метров перепад. Так вот, значит, на каждых 100 метрах другой хозяин. И, значит, воду после одной станции использует хозяин на другой станции, потому что ему не разрешили купить все 200 метров перепада, а разрешили купить только 100 или денег не хватило. То есть, тем не менее, да, вот это пример того, как при наличии скудных природных условий, да, скудных природных условий используются вот те возможности, которые есть. Но у них также существует двойной тариф. Этот двойной тариф на 10 лет, значит, и они все очень активно занимаются этим вопросом. Ну, вот пример страны, которая очень активно развивает сейчас малую гидроэнергетику и которая приняла в последнее время целый ряд законов, способствующих развитию малой гидроэнергетики. Ну, Индия огромная страна, по-видимому, к 20 году по населению она перегонит Китай. И страна это очень богата природными ресурсами, которые экономически очень сложно использовать в силу недостаточного экономического развития. И поэтому там сооружается очень большое количество гидроэлектростанций. Вы видите, вот потенциал 15 тысяч мегаватт, 15 тысяч мегаватт, значит, и вот у них в работе почти 600 проектов, еще 200 в разработке. Буквально вот месяц назад мы подписали соглашение с индийской компанией, которая хочет производить оборудование по российским технологиям, и я надеюсь, что это будет способствовать их развитию. действующих проектов у них сколько, и почти больше, чем 4,5 тысячи у них перспективных проектов. Но есть тоже проблема, она, так сказать, хотел бы обратить на нее внимание. Дело в том, что естественно, так как малая гидроэлектростанция, она очень связана с воздействием на природу, то уделяется очень большое внимание сохранению природы при сооружении малой гидроэлектростанции. И несмотря на то, что в Индии вообще леса столько, и животных столько, и людей столько, что, казалось бы, сохранять нечего, тем не менее там очень сложные законы, если действовать в соответствии с законами, как известно, чем сложнее закон, тем он хуже исполняется, но тем не менее, значит, у них очень много времени уходит для того, чтобы, значит, на подготовку, на подготовку к решению, на подготовку к строительству. Вот вы видите, что здесь почти 24 месяца у них уходит на то, от 4 до 24 месяца в зависимости от условий, у них много штатов, и в них разные законы, это связано вот с таким разбросом данных, но тем не менее, значит, очень много времени уходит на подготовку документации для строительства. Я вот останавливаюсь на таких аспектах, для того, чтобы у вас было такое, ну, ну, скажем так, широкое впечатление о малой гидроэнергетике, то есть, это не только техника, это не только технология, это еще экология, это еще экономика, это еще воздействие на природу, воздействие на природные объекты, это вопросы административные, это вопросы законодательные, тут целый аспект проблем, который связан с развитием вот этого вида производства электрической энергии. Ну, и вот сейчас мы подошли к стране, которая развивает малую гидроэнергетику, конечно, колоссальными темпами. Значит, в Китае вводится малый ГЭС больше, чем во всем мире, значит, вместе взятом. Ну, должен при этом отметить, что, к сожалению, уровень технологий и уровень оборудования не очень высокий, я бы сказал, даже ниже среднего уровня. Тем не менее, они берут количеством и это позволяет им решать проблемы развития малой гидроэнергетики и энергообеспечения очень, очень быстро. Ну, допустим, если у нас на сооружение, скажем, тысячи киловаттной малой гидроэлектростанции нужно, скажем, 18-20 месяцев, в зависимости от природных условий, там, времени, года и так далее, то у них на это уходит ровно в половину времени меньше. Ну, работоспособность людей, которые там живут, вы знаете, значит, они решают все вопросы быстро, а административно-командный метод управления, он в такой ситуации, конечно, себя оправдывает. ну, и теперь мы, наконец, значит, вот, немножко походив по миру, приходим к тому, что же есть у нас в России, какой потенциал имеется в России по малой гидроэнергетике. Я вот перейду на следующий слайд. вот, значит, это вот количественный, так сказать, состав. Сейчас я чуть-чуть подвину. Вот вы видите, что 90% сельского населения проживает в России возле малых рек. То есть, исторически так сложилось. Между прочим, это в незначительной степени, конечно, отличается от европейских стран, но в значительной степени может отличаться от стран, которые в других частях света. Но в России, как правило, люди селились возле рек. И, как правило, они использовали с самого начала они использовали эту воду для каких-то бытовых и энергетических целей. То ли мельницы, то ли водяные колеса. И в настоящее время, учитывая вот изменившуюся экономическую ситуацию в стране, учитывая, что последние 40 лет у нас появилось большое количество так называемых неперспективных деревень и депрессивных регионов. А вы знаете, что сейчас у нас 83, по-моему, региона осталось после объединения некоторых из них, только 7 являются экономически эффективными, все остальные являются депрессивными. То есть, все остальные регионы получают деньги из федерального бюджета для того, чтобы они могли существовать. Это деньги идут на пенсии, на пособие, на администрацию и так далее, и так далее. Естественно, на развитие мало что остается. В результате мы получаем такую картину, как, что в центральных областях России, там, ну, на северо-западе Псковская, Новгородская, Архангельская, Коми, Карелия, люди живут без света. Вот, 21 век, люди живут без света, в некоторых деревнях используются керосиновые лампы, в некоторых еще используются дизеля, это в том случае, если имеется возможность датировать покупку дизельного топлива, а вы, большинство бывает на автозаправках и видит, что стоимость дизельного топлива сравнялась со стоимостью бензина, и сколько стоит в связи с этим один киловатт-час электроэнергии, выработанной на дизельной электростанции, становится понятным, он варьируется примерно от 5-6 рублей до 30-40 рублей в некоторых регионах, естественно, никто людям таких подарков не дает, и люди начинают жить вот так, как получается, то есть с керосиновыми лампами, к сожалению, значит, при этом вот вы видите, что сток малых рек составляет 50% общего стока рек, что это означает? Это означает, что в принципе, если использовать его экономически эффективно, то все сельские регионы можно полностью обеспечить электрической энергией, то есть электрифицировать все сельские регионы. Я уж не говорю о том, что даже те линии электропередач, которые были, они в настоящее время во многих регионах практически не эксплуатируются, практически находятся в очень плохом состоянии, никто не занимается их поддержанием и ремонтом, и они время от времени выходят из строя, особенно в зимнее время, когда возникают оттепели и различного рода другие природные явления. Вот какова ситуация. Значит, ну, необходимо отметить, что в 2007 году были введены, были приняты Государственной Думой изменения к закону об электроэнергетике, которые должны были, которые, значит, декларировали поддержку развития возобновляемой энергетики, в частности, малой гидроэнергетики. Затем, в 2009 году президент издал указ, в соответствии с которым, к 2015 году у нас полтора процента электроэнергии должно производиться, было с помощью возобновляемых источников, а к 2020 году 4 процента. На сегодняшний день Государственная Дума забыла о том, что она принимала такой закон, потому что министерства не приняли из девяти подзаконных актов, которые должны были способствовать развитию возобновляемых источников энергии, приняты три, и не принят самый основной, тот, который и говорит о том, а как же поддерживать возобновляемую энергетику, как ее поддерживать? То ли субсидировать строительство, то ли субсидировать продажу, то ли назначать тариф, вот этого нигде не прописано, раз это не прописано, а как известно у нас законодательство какое, оно регулируется подзаконными актами, раз нет подзаконных актов, так как законы непрямого действия, то соответственно никто возобновляемую энергетику не поддерживает, а у нас регионы теперь действует по вертикали, так как губернаторов назначают. Поступила команда, значит, действует, не поступила команда, не действует. Инициативу никто практически не проявляет. Вот это к вопросу о малой, о том, значит, что собой представляет. А вот здесь, на вот этом слайде вы видите, что в нашей стране, особенно за Уралом, огромный потенциал малой гидроэнергетики. Огромный потенциал. Это Бурятия, Алтай, Алтайский край, Хакасия. Да в той же Якутии имеется значительный потенциал малой гидроэнергетики, который, скажем, нельзя использовать зимой, но зато можно его использовать где-то в течение 5-6 месяцев, что может сократить значительно завоз дизельного топлива для электроснабжения, для дизелей, которые занимаются электроснабжением отдаленных каких-то поселков и деревень. Ну вот в 2007 или 2008 году мы пустили малую ГЭС в поселке Джазатор в республике Алтай. Ну вот кто представляет карту России, да? Вот там, где Россия граничит с Китаем, вот, значит, Барнаул, вот эти регионы. Представляете себе немножко, да? Представляете? Вот, значит, от столицы республики Алтай 550 километров по Чуйскому тракту в сторону китайской границы. Чуйский трак был построен при царе еще. Дальше, значит, 150 километров по горной степи на высоте 2500 метров по полному бездорожью. Дорог там нет, так? И вот там люди живут. Там живет примерно 500 человек, поселок. Значит, вот они пользовались дизелями. Построили им, значит, малую ГЭС построили. Всего-то там 600 киловатт. Ну, казалось бы, да? Значит, у них никогда не было холодильников, телевизоров, настольных ламп. Я не говорю про компьютеры и так далее. У них полностью поменялась вся жизнь. Мы туда приехали через два года. У них полностью поменялась вся жизнь. Теперь они каждую весну и каждую осень, они, значит, звонят и просят. Так как персонала нет, вот тоже проблема. Персонала нет. Персонал, так скажем, полуграмотный. Писать, читать, конечно, умеет, но обращаться со сложной техникой и с электроникой не умеет. Поэтому примерно раза два в год наши специалисты выезжают туда и, значит, очередной раз готовят станцию к зиме и к лету. Вот в прошлом году у них случилась авария. У них, значит, ну, по природным условиям, значит, замерзла река. Они вовремя не открыли затворы. Затворы у них замерзли. И они остались без электроэнергии. Ну вот пришлось, значит, аварийно, значит, станцию каким-то образом пускать. Оттаивать, в общем, станция, естественно, была в ненормальном состоянии, но тем не менее. То есть они уже привыкли, они уже без этого не могут жить. Поехали дальше. Ну вот я вам немножко по истории рассказал, вот теперь проиллюстрирую. Вот на верхнем слайде, вот это водяное колесо, вот поток воды, вот здесь еще одно водяное колесо, вот еще одно водяное колесо. Поток воды из верхнего бьефа падает вниз и крутит это колесо. Значит, на нижнем снимке, на нижнем снимке, это одна из гидроэлектростанций. Вот это просто сброс воды лишней из водохранилища. А вот это вот здание гидроэлектростанции, где эта вода срабатывается в турбинах и производит электрическую энергию. Ну вот очень характерный слайд, который показывает, значит, какова динамика производства электроэнергии у нас с помощью малой гидроэлектростанции. Ну вот резкое падение производства малых газ с помощью гидроэлектростанции, которая вот в этот период была. Сейчас я покажу, какие это годы, чтобы было видно вот так. Значит, оно связано с тем, что началось бурное строительство больших электростанций. И, естественно, доля малых газ с 19% снизилась где-то до примерно 1-1,5%. Но то, что произошло дальше, это, значит, ну как бы сказать, значит, ну вот с нынешней точки зрения, если говорить, с нынешней точки зрения, то это было, в общем-то, преступление. Потому что все малые гидроэлектростанции были остановлены, потому что они стали неэффективными, так как развивалась большая гидроэнергетика. И использование их стало ненужным. А преступление заключалось в чем? Была команда их все законсервировать. Потому что, в принципе, в аварийных ситуациях это аварийный источник энергоснабжения. При перебое энергоснабжения на большой станции выключаются сразу десятки городов. Но если возле них есть малые гидроэлектростанции, они всегда могут быстро запустить их и обеспечить электрической энергией. Но у нас делали как? Вместо того, чтобы их законсервировать, закрыть и обслуживать, вместо этого их бросили, разграбили. И на сегодняшний день это просто развалины, которые стоят с украденным оборудованием, созданными в металлолом генераторами, где медь, бронза и так далее. Вот такая вот ситуация. И на сегодняшний день делается попытка, конечно, их восстановления, но практика показала, что восстановление старой станции стоит дороже, чем строительство новой. Потому что никто не разрешит, ни один контролирующий орган не разрешит поставить новое оборудование в старом здании со старым фундаментом, сооруженным 50 лет тому назад. Для этого нужно этот фундамент обследовать и укрепить. Это дороже, чем рядом построить новую станцию по современным технологиям строительства. Вот такая ситуация. Но тем не менее, такая работа ведется. Значит, станции пытаются восстанавливать, в основном, значит, своими силами. Некоторые пытаются даже восстанавливать старое оборудование. Но тем не менее, вот такая вот плачевная ситуация, примерно одна десятая процента. Значит, ну, предполагалось 15 раз увеличить к 15-му году до полутора процентов. Но я думаю, что, значит, мы так и останемся с одной десятой процента, учитывая, какими темпами это ведется. Ну вот, дальше. В чем же проблема-то? В чем проблемы? Проблемы. Отсутствие стратегии развития. Никто до сих пор не сказал, а как же это надо делать? Где нужно сооружать эти малые ГЭС? Нужно ли восстанавливать старые? Нужно ли строить новые? Какие регионы предпочтительнее? Нет стратегии, понимаете? Никто этим не занимается. Никто этим не занимается, потому что этим должны заниматься не те, кто заинтересован в продаже электроэнергии и получении прибыли от продажи электроэнергии. Как наша компания «Росгидро», которая принадлежит гидроэлектростанции в нашей стране основные. Этим должны заниматься те, кто занимается развитием. Это должен заниматься Минрегион развития. Он вообще про это ни сном, ни духом, понимаете? Их этот вопрос совершенно не интересует. Естественно, «Росгидро», которая занимается проблемами производства электроэнергии, не интересует малые ГЭС по 400, 500, 600 киловатт, 1 мегаватт, 2 мегаватта. У них станции Волжского каскада по сотням мегаватт. Зачем им эта мелочь? Зачем им этим заниматься? Ну, им поручено. Ну, а когда поручено делать то, что ты не хочешь делать, ты это делаешь. Ну, понятно, как? Понятно, да? Как вы ходите на занятия, которые вам не интересны. Я надеюсь, что здесь вам интересно все-таки немножко хотя бы. Значит, ну вот стратегии нет. Административно-хозяйственные проблемы, я сказал, про законодательную базу, которая практически на сегодняшний день отсутствует. Ну, а дальше мы сталкиваемся с формальной ситуацией, когда станцию мощностью 1 мегаватт вы должны проектировать в соответствии с требованиями, как станцию на 1000 мегаватт. Потому что требований к станции 1 мегаватт никто не разрабатывал. Не надо было. Вот, значит, существует такая проблема. Она пока тоже не решается. Ну, и, наконец, существуют научно-технические проблемы. Но эти проблемы, ну, мне, как, так сказать, техническому специалисту наиболее близки, поэтому я постараюсь вот хотя бы вкратце о них все-таки сказать. Какие научно-технические проблемы? Их в основном три. Значит, это создание оборудования, то есть требования к оборудованию для малых ГЭС. Очень здорово, что в 60-е, 50-е, 60-е годы у нас бурно развивалась большая энергетика. Это, конечно, позволило решить энергетические проблемы в рамках страны. Но весь тот опыт, который был накоплен специалистами, которые создавали оборудование для большой энергетики и которые создавали, проектировали гидроэлектростанции для большой энергетики, он, к сожалению, для малой гидроэнергетики в целом ряде аспектов не подходит. И малые ГЭС должны сооружаться по-другому. А вот как, этим, опять же, никто не занимается. Значит, ну это связано также, это два аспекта, это и оборудование, и проектирование. Ну и, наконец, оценка ресурса. Значит, ну есть несколько таких подходов к оценке ресурса на основе, значит, климатических условий, на основе гидроэнергетических расчетов и так далее. В основном это делается, оценивается валовый потенциал. Вот есть река, длина ее такая, количество воды по ней протекает такое, умножили одно на другое, получили валовый потенциал. Дальше, значит, решили, а вот мы не можем, допустим, использовать потенциал, значит, при напорах, скажем, до пяти метров. К примеру, я говорю, не можем. Эту часть отсекли. Дальше мы не можем использовать потенциал вот при расходах меньше там одного куба. Отсекли. Мы не можем использовать потенциал малой гидроэнергетики при, скажем, расходах больше 30 кубов. Отсекли. Получили технический потенциал. Дальше начинаем считать, где же нам это выгодно использовать. Где выгодно использовать? Выгодно использовать вот тут, там, здесь, при таких условиях для того, для другого. Получили экономически, тоже часть, получили экономический потенциал. И, значит, в принципе, считается, что, значит, вот экономический потенциал, это и есть тот подход, который позволяет оценить, в общем, целесообразность строительства. К сожалению, вот, показал опыт последних 20 лет, что это не совсем так. Допустим, оценен экономический потенциал, да, выгодно построить вот в этом месте, для того, чтобы использовать весь гидроэнергетический потенциал реки, выгодно построить малую гидроэлектростанцию мощностью, допустим, 10 мегаватт. Но линию электропередач нужно сооружать, допустим, за 100 километров, 10 мегаватт невыгодно передавать. Или выгодно построить станцию мощностью 5 мегаватт, но в 15 километрах от этого места, деревня, в которой живет 150 человек, им 5 мегаватт не нужно, не имеет смысла это делать. А смысл имеет возле этой деревни сделать станцию на полмегаватта, и этого хватит им и на развитие, и на бизнес, если они какой-то захотят развивать там лесопиление, еще что-нибудь. Вот этот потенциал мы называем выявленным потенциалом. То есть это часть, в свою очередь, экономического потенциала. Вот с чем это связано? Это связано, опять же, с определением целесообразности строительства гидроэлектростанций. То есть, значит, мы говорим, вот экономический потенциал, а потом получается, что невыгодно этого делать. Поэтому никто его использовать не будет. Поэтому вот ввели мы понятие выявленный потенциал, и вот им руководствуемся. Так, ну поехали дальше. Ну, я, наверное, это пропущу. Я так в трех словах вам рассказал, что такое энергия, откуда она берется, как она преобразуется, и что для этого нужна турбина, генератор, преобразование механической, водной и так далее. Ну, понятно это. Значит, ну вот теперь давайте обратимся уже к практической реализации того, о чем мы говорим. Значит, какие перспективные сооружения малых ГЭС? Ну, во-первых, реконструкции старых станций. Об этом говорили мы, да? Вот здесь на слайде три примера. Два правых снимка – это Белоруссия. Верхний снимок – это Белоруссия. И нижний снимок – тоже Белоруссия. А левый снимок – это Кабардино-Балкария. Станция работает уже 16 лет благополучно. Вот все оборудование, которое я здесь сейчас показываю, это оборудование, которое создано в нашей фирме, которое работает в этом направлении с 90-го года. Значит, мы поставили своей задачей создание типоразмерного ряда оборудования на основе анализа тех водотоков, того потенциала, который имеется у малых рек в России. Мы поставили такую задачу и разработали типоразмерный ряд оборудования, который вот сейчас практически весь реализован на тех или иных станциях. И мы считаем, что, в принципе, на сегодняшний день технически и технологически в России имеется возможность не только достичь тех показателей, которые были установлены и которые не выполняются, но и превысить их. Более того, как я уже говорил, этой технологией интересуются за рубежом, и мы считаем, что это также перспективно. Ну, должен сказать, к сожалению, что на сегодняшний день у нас есть только один контракт в России на строительство малой гидроэлектростанции мощностью 50 кВт. При этом, значит, у нас есть контракты на поставки оборудования в Суринам, в Армению, в Казахстан, на Кубу, в Афганистан, ну и так далее. То есть, это вот к вопросу о том, кто чем занимается на сегодняшний день. К сожалению, вот такая ситуация у нас в России. Значит, вот реализация пристройки к существующему объекту. Вот очень интересный объект этот в Мордовии, значит, это ирригационная плотина. Значит, как она использовалась? Во время паводка затворы плотины закрывались, вода накапливалась и подавалась на орошение. Вот здесь вот расположены поля, подавалась на орошение. Дальше паводок заканчивался, значит, затворы открывались, и весь год, все остальное время, эта вода просто текла. Значит, что сделали? Значит, в паводок закрыли, на одном из затворов, вместо одного из затворов построили малую гидроэлектростанцию. После паводка все затворы оставили закрытыми, кроме одного, который открылся, и вода идет в малую гидроэлектростанцию. Дальше в результате вся вода в течение 10 месяцев используется для производства электрической энергии. Более того, значит, эта электрическая энергия используется для питания насосов, которые подают воду на поли в тех же полей. И в результате вместо двухмесячного орошения, когда был паводок, имеется возможность орошать их в течение всего периода, когда, значит, растут растения. А рядом расположена сфеноферма, которая использует те продукции растеневодства, которые растут на этих полях. Так они, значит, сразу сообразили, заключили такое тройственное соглашение, значит, энергетики, полеводы и, значит, свиноводы. И теперь они, значит, эту прибыль делят между собой. Она у них в три раза почти возросла. Вот, так сказать, эта информация. Вот в девятом году пустили станцию. Вот, значит, в десятом году уже они, так сказать, осенью рассказали о том, что вот такая вот ситуация. И вы думаете, кто-то на это среагировал в Министерстве сельского хозяйства? Никто не среагировал. Никто даже, так сказать, значит, приезжала делегация из Министерства, в журналах опубликовали, сфотографировали, семинар организовали из регионов. Никакой реакции. Так, ну дальше, видимо, нужно побыстрее, потому что уже пять часов, да? Так сказать, вас в какое-то время вы должны уходить уже, да? Вопрос. У тебя самые маленькие животные, бритя, они попадают как раз в эту плотину, которая единственная открытая? В смысле, они попадают именно в свой единственный, что открытый взбор, и получается, погибают? Не, не погибают. Дело в том, что я вот об этом говорил в самом начале, о том, что эти машины, они не форсированные, поэтому ничего с ними не происходит. Они как заходят туда, так и выходят. Они крутятся достаточно медленно. Так что не беспокойтесь, это один из основных аспектов при составлении документа об экологической безопасности гидроэнергетического объекта. Значит, вот мелиоративный канал тоже, на перепаде сооружена гидроэлектростанция. Ну вот водохранилище, вот здесь водохранилище, плотина, значит, лишняя вода сбрасывается по донному водовыпуску. То есть, уже готовая плотина, уже готовое водохранилище, уже готовая труба. Остается только поставить здание и поставить в нем агрегат. Значит, ну вот я говорил об очистных сооружениях, вот эта технология тоже используется и достаточно эффективна. Ну вот новое строительство. Ну здесь вот про эту станцию я хотел бы более подробно сказать. Значит, дело в том, что для ее сооружения использовано дерево. То есть, и плотина сделана из дерева, это ряжевые конструкции, и водовод, лоток сделан из дерева. То есть, это используется лиственница, которая в воде не гниет, а наоборот ее устойчивость увеличивается. Ну вот это, наверное, вопросы, которые не очень вам интересны. Мы на них не будем. Ну вот я сказал по оборудованию. Вот здесь, значит, в принципе, вот здесь вы можете увидеть зону, которая перекрыта с помощью оборудования и технологии, которая создана. Значит, вот здесь расходы почти до 7,5 кубометров в секунду. Начиная где-то от практически 50 литров в секунду и по напорам до 450 метров. То есть, это вот тот типоразмерный ряд оборудования. Вот это как раз зоны работы различных машин. Ну вот по поводу рынка. Вот хотел бы сказать несколько слов по поводу рынка. Вот это основные, скажем так, игроки на рынке в Европе. Это Германия, Австрия, Франция и еще раз Германия. Ну, можно сказать, что есть определенные, есть фирмы в Англии, но они гораздо меньше, так сказать, выходят на внешний рынок. В основном они работают в бывших британских колониях. И в Европе практически только работают в Англии. Значит, вы видите, что, как правило, вот, значит, они перекрывают, перекрывают вот параметры по напорам, по расходам. Это вот те же параметры, в которых, значит, на сегодняшний день мы, как российская фирма, имеем возможность на этом рынке с ними конкурировать, имея сертификат ИСО, имея сертификат норвежской сертификационной фирмы, которая дает нам возможность поставлять оборудование в скандинавские страны. Ну, вот здесь различного рода машины. Я быстренько пройдусь, так, чтобы просто вы посмотрели на это, что это. Ну, вот этот снимочек уже был. Ну, вот это тоже было. Значит, вот буквально в этом году пущена малая гидроэлектростанция в Карелии. Это почти 4,8 мегаватт. Значит, это на месте старой станции. Она полностью реконструирована и пущена в эксплуатацию. Вот это все оборудование отечественное, сделанное у нас. Значит, ну, это другой типоразмер оборудования. Значит, вот еще один проект. Это проект тоже в республике Алтай. Значит, здесь тоже использована лиственница для сооружения водосброса и основных элементов плотины. Вот в Северной Осетии сооружена станция. Вот она здесь, в Дагестане сооружена станция. Это все станции, которые сделаны по современным технологиям, которые по своим характеристикам находятся, в общем, на достаточно высоком уровне, соответствующим тем требованиям, которые предъявляются на сегодняшний день к подобному оборудованию. Значит, вот это, вот, представлю, вот эта станция Джазатор, о которой я говорил, вот в республике Алтай, вблизи китайской границы. Вот тут стоят два агрегата. Значит, очень сложная была ситуация со строительством. Там зоны вечной мерзлоты, значит, очень сложно было там строить. Тем не менее, значит, справились с этим делом. Так, ну что еще тут? Ну вот, для использования низких напоров, совсем низких напоров, порядка двух с половиной, трех с половиной метров, также создано отечественное оборудование. Правда, оно на сегодняшний день в России не нашло применения, а нашло применение в Белоруссии и в Суринаме. Но, в принципе, оно достаточно перспективно именно для центральных регионов России. Ну вот теперь основные экономические показатели. Хотел бы вот несколько слов сказать. Что же это такое? Сколько это стоит вообще? Ну, считается, примерно от двух тысяч долларов стоит киловатт установленной мощности. То есть, это включает и проектирование, и изыскание, и проектирование, и строительство, и оборудование. То есть, значит, грубо говоря, 100 киловатт, значит, будут стоить... Так, ну сколько? 100 на 2000 умножить сколько будет? 6 миллионов. Вот, замечательно. Как же это 6 миллионов? А, рублей. А, вы уже в рубли пересчитали. Ну, видимо, вы на экономическом факультете. Сразу в рубли. Да, действительно, это порядка 6 миллионов. Казалось бы, это очень дорого. Но, тем не менее, значит, когда это решает вопросы обеспечения возможностей для людей нормальной жизни, это совсем недорого. При росте мощности, естественно, уменьшается стоимость одного установленного киловатта. Но, в зависимости от природных условий, она может значительно увеличиться. Вот, скажем, по вот той станции Джозатора, о которой я только что говорил, 1 киловатт обошелся примерно в 4000 долларов, потому что очень сложные природные условия. Ну, вот, зато стоимость электроэнергии, себестоимость электроэнергии, производимой на малый ГЭС, очень низкая. Так как технологически малая ГЭС практически всегда полностью автоматизирована. И практически она сделана, оборудование сделано таким образом, что оно малообслуживаемое. То есть, для него не требуется каких-то специальных, значит, специального обслуживания. Ну, так вот, чтобы для представления ситуации, общестроительные работы занимают от 35 до 50 процентов, а гидроэнергетическое оборудование где-то примерно, ну, четверть от одной пятой до четверти от стоимости станции. Это так, для представления о том, что это есть. Что с этим связано? Если это сооружается в сельском регионе, где есть свои трудовые ресурсы, то, естественно, это значительно уменьшает стоимость станции. Ну, вот, понятно, что сроки окупаемости во многом зависят от того, по какой цене продается это оборудование. Когда устанавливаются специальные тарифы, как вот в тех странах, о которых я говорил, естественно, сроки окупаемости значительно снижаются. Когда этих тарифов нет, как, допустим, вблизи больших гидроэлектростанций в Сибири, где стоимость одного киловатт часа 50 копеек, естественно, строить там малую ГЭС, ну, практически бессмысленно, потому что срок окупаемости, ну, вы никогда не выйдете на, значит, окупаемость. В то же время рядом с большими гидроэлектростанциями, значит, ну, допустим, в 100 километрах существуют деревни в Сибири, в которых вообще нет электроэнергии, потому что никто не будет прокладывать линию электропередач туда, никому не нужно ставить трансформаторы, которые понижают напряжение со 100 киловольт до, значит, 220 вольт, и, естественно, значит, они сидят без света. Тем не менее, значит, стоимость киловатт часа 50 копеек, а у них ничего нет. Ну и спасибо за внимание.